Камень черный здесь, на кладбище Старого Крыма, поставила Юлия Друнина. Когда-то имя Каплера, оно ведь было известно всей стране. Во-первых, он написал, он был соавтор сценария таких фильмов, как «Полосатый рейс», например, да, уже популярнейшая лента. Затем он вел программу «Кинопанорама». Причем тогда эта программа шла в прямом эфире, и однажды Каплер... Знаете, когда расскажут, то забыл. А перед ним стояла чашка с чаем, и он, помешивая чай, спокойно сказал, сейчас я должен вспомнить. И вспомнили, и все это прошло. Вообще легендарный был человек, он когда-то был полноватый, и самое главное для власти, для той эпохи его произведения, это был «Ленин в октябре». Вот эти фильмы о живом Ленине. И, конечно, это ему обеспечило и звание, и почет, и так далее. Но он все это перечеркнул сам, когда полюбил, ну, может, не полюбил, но когда увлек собою Светлану Сталину. И у меня есть прекрасная знакомая, Марка Максимовна Пешкова, это внучка Горького, которая училась вместе со Светланой в школе. И она говорит, как-то Светлана принесла газету «Правда». И в этой газете «Правда» на первой полосе было написано письмо Светлане, письмо из Сталинграда. И там было написано, что ты сейчас, наверное, перед твоими окнами ты видишь кремлевские, перед собой ты видишь кремлевские башни, кремлевские рубины, идет снег, а я и так далее. И, конечно, газету «Правда» читала не только Светлана, но и читал ее отец. И несколько раз с ним разговаривали, намекали, не намекали, прямо говорили, что эти отношения нужно закончить. А он эти отношения продолжал. Причем, говорит, Марфа Максимовна, я не знаю, был ли он в нее действительно влюблен, но для Светланы он стал абсолютным открытием, потому что он водил ее в Третьяковскую галерею, он рассказывал ей о фильмах, он ей показывал какой-то даже диснеевский фильм. Ей было с ним очень интересно. А познакомились они с этим в 1942 году. Это было 10 лет смерти Надежды Сергеевны, мамы Светланы. И все это случилось в гостях у Василия, у брата Светланы. И какая-то была попойка очередная, как, увы, случалось часто у Василия. И там сидела и скучала Светлана. Светлана родилась в 1926 году. Сколько ей, получается, было лет? 16 лет, да? И Каплина пригласил ее на танец. И во время танца она сказала, вы знаете, а вот сегодня здесь 10 лет, как нет, мама и Васи про это не вспоминает, бьет и так далее. И вот так начали. Она говорит, давайте погуляем. Они пошли гулять, сзади шел охранник Светланы. И Каплина на это не взирал абсолютно. Ну и в конце концов его отправили в лагерь. В лагере он увлекся. Такая была актриса в театре сатир. Ее звали Валентина Токарская. Она играла в лагерном театре. Потом он вернулся. Но со Светланой уже отношений не было. Стал вести кинопанораму. Такой новый этап у ее жизни начался. Знаете, у Эльдары Рязанова как-то спросили, какая история любви. Есть ли вообще история любви, которая произвела на вас самое большое впечатление? И Рязанов ответил, да, такая история есть. Это история Каплина и Юлии Друневой. Они познакомились на сценарных курсах. Между ними разница была 20 лет. И Юлия, она была замужем. Был такой поэт Николай Старшинов. Когда-то популярный, любимый. У них родилась дочь. И вот дочь рассказывала, что когда мама увидела Каплера, на этом закончилась счастливая семейная жизнь моего папа. Потому что Юлия полюбила Алексея. И они были вместе. А Юлия Друнина, она была большим поэтом. Писала много о войне. Вот есть такие строки. Самые, наверное, известные. Я только раз видала рукопашный. Один во сне и тысячу... Один раз наяву и тысячу во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. Ну, прекрасно, что вы тебя помните. Значит, правда, настоящие стихи. Вот. А потом Каплера не стало. И она привезла урну с его прахом сюда, поставила вот этот черный камень. И пережила его намного. Пыталась строить свою жизнь. Знаете, была такая поэтесса Римма Казакова. Она жила в доме в Владушинском переулке. Приходил к ней в гости. Она о многом рассказывала. Она говорила, что вот Юля пыталась... Ну, не какое-то увлечение было. Ну, по сравнению с Каплером, конечно, сравнение выдержать не мог никто. И в итоге она осталась одна наедине со своей памятью. А потом наступил 91-й год. Тот самый год, когда все стало меняться. И она это пережить не смогла. И она включила газ в машину в гараже, закрыла гараж и написала письмо. И поставила сама точку в своей жизни. И завещанием было похоронить ее вот здесь, на этом старом крымском кладбище, вместе с Каплером. И вы знаете, вот эта история любви, она правда такая трогательная. Я для вас, знаете, что приготовил? Вот как они переписывались. Вот что делал Каплер. Вот он, например, посылал ей. Прошу считать эту телеграмму формальным объяснением любви с просьбой вашей руки. А если возможно, то и сердце. Один полуинтеллигент. Или другой. Сидел дома, занимался. И вот меня выстрелило срочно бежать на телеграм. Сказать, что я тебя люблю. Может быть, ты не знаешь или забыла. Один тип. Дальше. Планерская. Коктебель. Дом творчества. Друниный. Уже третий час ночи. Уже уложил вещи. Есть потребность признаться, что очень тебя люблю. Моя бесконечно дорогая. Опять Каплер. Или такая телеграмма. Джан Кой. Поезд 31-й. Вышедший из Москвы 24 декабря. Вагон 13-й. Место 25-е. Пассажир Удруниный. Доброе утро. Каплер. Представляете? И мне кажется, что самым, мне кажется, лучшим выводом нашего путешествия в Старый Крым станет то, что любовь настоящая существует. Это и...